Мой клуб сплетников! Привет! Опять добро пожаловать на мой канал! Мы сейчас с хорошими новостями! Девочки, держали все мы дружно кулачки за Оскара, за котика, который жил у Сашеньки и которому искали всем миром добрые ручки и теплый дом. Он, по-моему, нашелся. И сегодня Самвел с Сашей отвезли Оскара к хозяйке. Немножечко смутил меня один момент. Хозяйка не показалась нам. Ну, как-то так, знаете, у меня тревога какая-то на душе. Обычно таких людей никто не хает, никаких плохих отзывов не пишет. Человек сделал доброе дело, взял животное в дом и, надеемся, все, что будет о нем заботиться. Кормить его, да, и Оскар будет жить в теплом доме в любви и в заботе. Хозяйка не показалась и как-то немножечко тревожно на душе. Но я очень хочу верить, что спустя какое-то время Самвел обязательно напросится в гости проведать Оскара. Ну, и хоть какие-то пару кадров нам снимет. Мы посмотрим, как там дела, как котик освоился в новом помещении. Очень надеюсь, что все будет хорошо. Сама такая же ненормальная по поводу животных. Вот они ходят, бедные, несчастные, бездомные по улице, да, и ты волнуешься и переживаешь, как можешь, там подкармливаешь. А тут вроде бы кот попал в теплый дом, его будут кормить, и какая-то тревога все равно есть, потому что не увидели человека. Наверное, глупо, скажете вы. Ну, да, соглашусь, и тем не менее. Хорошо, надеемся на любовь и заботу, и что в скором времени встретимся с Оскаром. Видим, как Сашенька тоже переживает, как она чуть ли не плачет, очень привязалась к нему. Ну, жизнь есть жизнь. Всех котов с улицы не соберешь, всех не обогреешь, всем не дашь кровь свой. Ну, что делать? Ну, вот так вот, девочки. Севка бежит к мамашке. Здесь разворачиваются свои события, собирается посылка в Белебей. Любимому сыночку Эдичке с Гульнаской. Мамка собирает посылочку. Я там немножко почитала комментарии, что пишут у Самвела после ролика, да. Люди пишут разные, я тоже посмеялась. И пишут, что, о, посылка секонд-хенда собралась в Башкирию. Много чего подсобирала мамашка. Аж 13 уже килограмм там Буде. Покупать она за свои деньги, естественно, ничего не покупала. Скажем так, в Синедоноске Самвела, где же утащила, может быть, и новенького еще с бирочкой, да. Гульнаске со своего плеча тоже туда же пойдет в коробочку. Что присылали зрители, якись там юпочки, якись там платьечко, шо там сиреневое, если честно, я не расслышала. Обделил, не обделила, вернее, она свою невестку, ей тоже перепадет. Даже позаботилась наша бабуся Таня про своих сваток. Получит и сват-презентик, футболочки там какие-то. И свахи перепаде, отрез на платье. Один Надька забрала. А один я от свахи передам. Там шелкова ткань, сказала баба Таня. Така хороша, така красива. Вона женщина такая, велика. Ей пидиде. Там ширина три метра. Для Нэи как раз в самый раз. Опять подчеркивает прям красной линией, да. Сравнивая с собой, какая крупная сваха там в белибее. Обязательно нужно сделать на этом акцент. Уколоть человека обязательно нужно. Хотя непонятно, неужели полный человек хуже худого. Мне это чуждо, я не понимаю этого. Смотришь на душу человека, на характер человека, отношения какие между людьми складываются. Это главное. Тут главное подчеркнуть, какой вес и какая фигура. Без этого баба Таня наша жить не может, если она кого-то не оскорбит, не унизит. Такой человек. Допрос устроила Валерка Тоби Эдик, сказав, что купляя машину. Прям с пристрастием таким допрашивает Эдика. От вы были на Рождество у батька, а то деж вы поехали до Валерки до дому. От вин Тоби казав, что купляя машину. На самом интересном месте Самвел прерывает этот разговор. Девочки, можем только догадываться, какая тирада опять грязного поноса велась в сторону этого Валеры. На каком основании мне непонятно. Все, скорее всего, должны отчитаться перед ней. Она должна все проконтролировать. Каждого обгадить. Что этот Валера сделал не так? То ли он право не имеет себе купить машину, не отчитавшись перед родственниками ближайшими или дальними. Непонятно. Дальше рассказывает бабушка с таким увещеванием, что кладет денежку для девчонок, для своих внучек. Бо куплять я им ничего не буду, им не вгодишь. Ты бачишь, яка Миленка? Ты бачишь, яка вона? Вона перебирает, те вона не хочет, те вона не будет. Естественно, Татьяна Васильевна. Молодая девочка уже скоро девушка. Естественно, у нее свои предпочтения, свои желания. Она не будет носить после вас какие-то недоноски или какое-то дерьмецо, которое вы, может быть, купите, хотя я очень в этом сильно сомневаюсь, что вы хоть что-нибудь купите за свои деньги на ближайшем каком-то рынке или в каком-то там магазинчике. Вы не знаете, что носит молодежь, вы не разбираетесь в молодежной моде. Это естественно. Миленка сама себе выберет. Ну и правильное решение, что нужно отослать денежку, а девочки распорядятся сами. Хотя опять же, ребят, большое сомнение, что девочки этими денежками распорядятся. Там есть Эдик. Эдик, который руководит всеми. И Гульнас, и своими девчонками. Гульнас работала. Было такое время, он сидел дома без работы. И то карточка банковская Гульнаскина была у него в кармане. И он распределял деньги, куда тратить, куда не тратить. Решал это он. Мы помним события годичной давности, когда Гульнас попала в больницу после аварии. И Эдик нам в экран демонстрировал чеки. Он покупал продукты для Гульнас и собирал чеки. Сколько он потратил на те или другие продукты. И во сколько обходилась ему Гульнаска со своим лечением в больнице. Мы это все помним. Хотя и ездил он в больницу часто. И навещал ее. Что-то там делал. Да, да, да. Никто не спорит. На нашем канале мы стараемся быть честными. И называть вещи своими именами. Но то, что ваш Эдик, Татьяна Васильевна, кому-то вышлет какие-то деньги в помощь. Или благотворительность. Это фантазии. Это ваши какие-то радужные сны. Задает она ему несколько раз вопрос. Ты высылал в гроши, чи не? Вот зрители пишут Самвеллу, что ты тоже лоханувся и высылал в гроши комусь. Ты высылал в гроши 150 долларов. Бедная, как она пережила эту ночь, чтобы наконец-то добраться до этого звонка и задать эти вопросы? Эдик говорит, нет, ничего мы никому не высылали. Понятное дело. Мамашка, кто будет высылать? Ваш Эдик? Да он ж лобина, которых свет не видел. Такой же, как и вы. Он ваш сын, ваша копия. Как под копирку снятая. Эдик за три копейки удавится. Он поэтому в ванной и пластиковые панели делает, а не кладёт плитку, потому что это в четыре раза дешевле. Он очень жадный человек, Татьяна Васильевна. На расстоянии со стороны зрителям это очень видно. Это очень видно. Этого не скрыть. Не волнуйтесь. Никакие деньги никогда ваш Эдик никому не вышлет. Все его деньги останутся в его карманчике, и будет он их пересчитывать с завидной регулярностью. Также заметила я девочки, заметили ли вы, когда Эдик попросил у бабуси, чтобы она ему выслала бутылочку водочки с Украины. Ведутся такие яркие дискуссии на канале у Эдика. Одни зрители говорят, что он бухает, другие яро его защищают и спорят. Нет, Эдик не бухает. Эдик такой трудяга-работяга. Он никогда не пьет. Он такой судоположительный герой. Эдик не знал, что снимает видео Сева сейчас. Этот разговор телефонный записывается. Эдик просит у мамы, чтобы она ему выслала бутылочку. Эдик, в Белебее бутылочки продаются. Ну, це ж от мамки. Як раз буде повод. Так просто пойти в магазин купить бутылку водки, ну, как-то стрёмно. А мамка выслала, то надо ж откупорить и выпить. Это повод. Эдик, привет! Мы стоим на страже. Мы всё видим и всё слышим. Эдик, будь скромнее. Не нужно больше таких проколов. Девчонки, ждём следующего видео у Самвела. Собираемся с вами и сплетничаем. Добро пожаловать в наш клуб сплетников. Я с удовольствием с вами ещё раз встречусь. Пока, мои хорошие!